Итак, уважаемые, сегодня мы будем смотреть ту семью, которая дает мне маточники тихой смены. Она у меня очень хорошие маточники дает. И я проверю, как работа этой семьи сегодня работает. Что у нас есть. Расскажу, какие процессы мы произвели, чтобы изъять маточники тихой смены. Снимаем. Во втором этаже у меня находится матка, которая делает маточники тихой смены. Итак, сначала посмотрим эту матку, что она тут творит. Открываем. Проверяем, что она тут делает. Как она поживает, как работает. Итак, смотрим. Вот она маточка бегает. Сразу попалась. Вот она, вот она, видите маточка. А вот пчелки выходят. Здесь вышли, все было засеяно, пчелки вышли, пошли на первый этаж. Но, маточка тут засеяла. Она неплохая, засеяла все это вот на втором этажу яичками. И вот пчелочка выглядит. Смотрите, она по длине хорошая, ничего. Но почему-то пчелам она не понравилась. И они решили ее сменить. Смотрим здесь. И здесь засевчик есть. Итак, друзья, потому что здесь вышел расплод, это остатки расплодов по ходу выходят. Оставляем ее здесь. Это та маточка, которая делает мне маточники тихой смены. Смотрим дальше, что у нас дальше. Опять, это пластиковая рамочка, засевчик со всех сторон, печатный. А это вот маточники тихой смены. Так, глянем внутрь. Да, есть яички. Если сможешь увидеть, то попробуем. Вот, попробуй, если сможешь, попробуй вот так вот поглядеть в центр. Ничего не видно. Не видно, да? В одном маточнике, это просто в одном маточнике. Маточник тихой смены, посмотрите по центру. Он, как говорится, под низом можно засунуть это самое. Выгрязен до пластика. И висит прям сверху, мисочка висит. Вот эта мисочка светит сверху. Они ее сначала сделали вперед, а потом подвесили сбоку. Она висит вниз, видите, как говорится. Ну вот, пару маточничков они меня заделают. Итак, смотрим дальше. Что у нас дальше? Это тоже расплодик, можно видеть. Короче, три рамочки с расплодиком. Здесь еще не вышел расплодик. Белые червячки можешь приблизить, посмотреть. Вот. Работают прекрасно. Прекрасно работают. Итак, здесь дальше смотреть нечего. Дальше медово. Сдвигаем. Так. Второй этаж у нас, матка на месте. И это самое. Снимаем второй этаж. Посмотрим, что у нас на первом этаже. Как у нас там маточники сохранились, чи нет. Чтобы можно было вырезать или отставить рамочку с маточниками. Итак, немножко дымнем, чтобы было хорошо. Вперед мы делали видео матки тихой смены номер два. И вот это та семья, которая мне все время дает хороших маток. Вот так мы здесь струсили. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится. Отдвигаем. И смотрим. Начинаем. Крайняя рамочка у нас медовая. Первая рамочка. Смотрим, что у нас здесь творится. Засевчик. Можешь сфотографировать. Видишь? Это я поставлял на низ. С другой семьи. Чтобы семья не ослабла. Яички. Посмотрите, как они хорошо их поработали. Потянули. Видите? Белые яички. Прекрасно. О! Смотрю, маточник разгрызенный. На низу у меня здесь был маточник. Вот, посмотрите внимательно. Он уже разгрызенный. Там ничего нет. Удивление. Сейчас проверим. Может матка вышла? Вот. Здесь ничего нет. Смотрим следующую рамочку. Это не вперед. Достроили. Я подставлял расплод печатный. Вот они достроили его. Матка сюда верхняя не спускалась. Просто я подставлял. По кругу у нас идет здесь медок. А снизу запечатали печатный расплод. Потому что она, как говорится, яички поставлял. Но они уже за это время достроили его. Итак, смотрим следующую. Тут ничего нет. Ни одного маточника. Смотрим next one. Что-то тут они серчают. Или их придавил когда. На этом крае их надо чуть-чуть поддымить. Чтоб на пальцы не лезли. Кусить не кусили? Ну, могут укусить. Но это нежелательно, конечно. Когда они вас кусают. Смотрим здесь что. Тоже расплодик, как мы видим, печатный. То есть я позаботился, чтобы в этой семье было хорошо устроено с расплодиком. Потому что мы отбирали здесь расплодик. Итак, на этой рамочке у нас ничего нет. То есть я имею ввиду, маточников не видно. Все нормально. Опускаем, смотрим дальше. Итак, третья рамочка с расплодиком. Три наверху. Итого шесть уже рамочек с расплодиком. Для семьи это очень хорошо. Которая, можно сказать, проблему имела. В смысле... О, смотрите внимательно сюда. Видите, маточник разгрызенный. Хороший был маточник на замену. И его, видите, вот разгрызли. Сверху колпачка нету, видите. При всем желании не открывается. Это означает, что появилась матка. Матка на тихую смену на первом этаже вышла. Где она? Попробуем найти, увидеть. Есть она тут. А, вот еще разгрызена. Пожалуйста, посмотрите, как разгрызена. Вот. Посмотрите, видите. Вот здесь матка вышла, вот тут сверху. Вот видно. А с боков уже погрызли маточник. Он не нужен, как говорится. Смотрим внимательно. Может, где матку увидим. Пока что не вижу. Может, где она убежала. Но расплодик хороший, как видите, прекрасный. Такой расплодик это хорошо иметь для любой семьи. Сплошной. Мало сетчатый. Ну, в общем, какие-то причины бывают, что матка может не засеять какое-то яичко. А так, в целом, прекрасный расплодик. Смотрим, здесь яички внутри. Можешь видеть даже червячки. Червячки внутри. Видно, да? Вот по центру. Это все засеяно. Это я подставлял рамочку, засеял. По бокам выходил расплод. А я вытащил рамочку уже засеяно посередке. Итак, смотрим с этой стороны. Вот она, маточка. Вот она, вот она. Вот она бегает, маточка тихой смены. Вот она вышла. Видите? Она по центру вышла. Это неплохая маточка. Вот она. Она пытается заглядывать кругом. Вот она, видите? Небольшая. Вот. Ну, она только что вышла. Так что, слава Богу, будем ждать, когда оплодотворится. И так, с этой семьей мы закончили. Значит, на втором этаже у нас будет производиться дальше работа. Проверим, как они там дальше работают. А на первом этаже уже маточка есть. Но мы не будем ее отбирать. Дадим уже возможности ей оплодотвориться здесь. Облетаться. Подвигаем все это на место. Соединяем. Ставим разделительную решетку, чтобы они не грохнули вторую матку, которая у нас кормили, садает, так сказать, маточники. Итак, друзья. Эта матка у меня про запас так и осталась. Посмотрим, что с ней будет дальше. Пока что она живет. Итак, у меня две матки. На первом этаже молодая, неплодная. Тихая смена вышла. А на втором этаже, вы видели, матка плодная, сейтка, которая делает тихую смену. Итак, до встречи. До следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если есть вопросы, задавайте. До свидания. Сколько мы там заняли? Девизор.